Эту куклу приготовили к репетиции спектакля «Девочка со спичками» Сказка Андерсона Детям ее никогда не показывали, слишком грустная История которой произошла в новогоднюю ночь Как холодно было в этот вечер Шел снег, и сумерки сгущались А вечер был последний в году, канун Нового года В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка С непокрытой головой и босая И ножки ее покраснели и посинели от холода В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек И одну пачку она держала в руке За весь день она не продала ни одной спички И ей не подали ни гроша Она брела голодная и продрогшая И так измучилась бедняжка Последний день перед старым Новым годом в Бишкеке Рассказ, похожий на сказку, об этих людях написал кто-то из столичных блогеров Здравствуйте, Лена, это Вячеслав Я вам вчера звонил, что мы приедем Здравствуйте Здрасте У меня супруг спит, но он не знает И как вам выйти? Заходите Хорошо Дедушка тоже в своей комнате, он не знает ничего А если они проснутся и кричать начнут? Да не будут, не кричите На местном форуме организовали акцию Для двойняшек собирали детское питание и памперсы Кое-что даже удалось собрать Подготовка к празднику и уход за детьми Тут не до фантазий Нашлась еще пара шаров на елку Пора кормить дочку и сына Ну муж завтракал без меня Это у нас тут творожки греются детские Мы еще не кушали Ну мы кушали, но мы мало кушали А вы чем занимаетесь вообще раньше? Чем занимались? Я закончила школу-интернат для слепых, слабовидящих детей Сейчас вообще учусь в институте на психолога На бюджете учусь, слава Богу А сейчас в академическом анутыске Потому что я не могу за детьми учиться Я знаю А муж вас чем занимается? Вообще мой муж инженер-системщик Но сейчас в данное время он ничем не занимается Ну и выпивает Приходится просить с помощью чужих людей Вот Регина, например, к нам пришла Вот она Ну благодаря ей можно сказать, что у моих деток есть что кушать То они растут А мы на молочной кухне получаем Ну вот, например, вот сегодня он принес Четыре творожка маленьких Вот таких вот Два виолакта Они бывают иногда кислые Детки не кушают Просто я хочу, чтобы детки жили лучше немножко Чтобы Ну, чтобы он не пил, конечно, почему бы И Ну, чтобы работал Чтобы не пришлось просить помощи у других людей Какую-то степенью или что-то получаете Да, получаю Вот я получаю По инвалидности Раньше получала 630 Но сейчас добавили Но я еще не получала Потому что я прошла в ТЭК Я же инвалид первой группы по зрению У меня глухоломое давление Вот Это не лечится Мы в квартире свет подключали Здравствуйте 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 Лена Тебя касается Люди пришли Каждое утро скандал Артисты говорят, что это очень сложный спектакль Нужно сыграть так, чтобы даже куклам стало холодно Наконец девочка нашла уголок за выступом дома Тут она села и съежилась Поджав под себя ножки Но ей стало еще холоднее А вернуться домой она не смела Ей ведь не удалось продать ни одной спички Она не выручила ни гроша Ручонки ее совсем закоченели Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички Если бы только она посмела вытащить спичку Чиркнуть ее о стену и погреть пальцы Девочка робко вытянула одну спичку И чиркнула ей о стену Как спичка вспыхнула Как ярко она загорелась Девочка прикрыла ее рукой И спичка стала гореть ровным светлым пламенем Точно крохотная свечечка Решила уехать в район кирпичного завода Там живет мама Там очень холодно Они спят в куртках Я бы туда уехала Но я не могу этого сделать На свою пенсию содержусь У меня же денег нет Поп включает этот свет Постоянно ругает их Извините Я выхожу из своей бендешки Смотрю, все по кругу горит Ты новую операцию делаешь? Да, уже пять С детками шесть Сколько ты с детками? Ну, в смысле, то, что я деток сама не рожала А на глаза? На глаза пять избираться Три из них под наркозом Я родилась, вообще ничего не видела Ну, в очередь, в семье удочеренный ребенок Я об этом узнала только в семнадцать лет А как так узнали? Ну, просто моя мама не могла, ну как Нет, а как вы узнали? Вам так на день рождения рассказали? Нет, она не могла никак оформить документы Паспорт Ну, пришлось ей рассказать мне Меня сначала одни люди удочерили В семнадцать лет я была под одной фамилией Мама никак не могла сделать документы Потому что меня не имели права отдавать Так как я инвалид первой группы Ну, плохо вижу, меня не имели права отдавать Гости, приходящие к Лене Редкое событие Съемочная группа как повод уйти на несколько минут на улицу Нет, просто, брат, извини меня К тебе вот так из-под тишка в карман лезут Тебя прикалывать или что? Не, ну я раз прикалываю, мы просто пришли Ну просто, вы не просто, я сплю Я сплю языком, я дурная башка вам От меня пахнет, я знаю, да, бать Иди лучше поспи Не позорься Перед самим собой-то, перед детьми Все, да, на-на-на-на Умно, мама сказала Ну вообще мне нравится Золушка Потому что маленькая была, но постоянно мама меня Золушка называла Ну, Пушкина сказки нравится Ну вообще, сама сказки сочиняла раньше Да? Да А конец какой был у сказок? Ну у всех сказок хороший конец Такого не бывает, чтобы у сказки был такой конец Ну опять же, вот у Адамсона У него все сказки с грустным концом Ну, я его поэтому не люблю У-у-у